кидаем айты а кенгурение а кенгурение продолжается вот такой вот интересный позе хотел такой кратенький эпизод записать по случаю что от полез под машину время есть работаю тут в грязь в самую лезу заодно решил рассказать немножко про сервис машин в австралии да как всегда safety first поэтому прежде чем лезть под машину все на подпорочках стоит чтобы никто не говорил что я работаю небезопасно вот это кстати очень важно потому что это процесс экономии денег но совершенно глупо экономить деньги на своем здоровье если на вас вот эта хрень упадет вам уже совершенно эти сэкономленные доллары не пригодятся поэтому safety first обязательно машину если поднимаете прежде чем лезть под нее обязательно подставьте подставки специальные большие подставки а не хлипкую какую-нибудь вот эти вот специальные трехтонные подставки на них можно даже джип завдормозить но джипа пока нет что собственно меня сюда понесло я особо видео не буду делать по ремонту машины потому что этого барахла в интернете полно но хочу сказать одну вещь что в австралии очень дорогой ремонт точнее не ремонт а работа дорогая связи с этим ремонт машин немножко по-другому выглядит здесь никто не будет вам менять какую-то детальку маленький кусочек потому что это банально выйдет дорого те детальки которые вам будут менять их вам будут менять большими большими деталями потому что так будет выгоднее и дешевле в моем случае я полез менять стулки стабилизатора и прочую ерунду давить что-то на машине на другой менял фильтра в коробке масло менял все на жидкости прочее и хочу вам сказать что эти сервисы эти сервисы они очень дорого в австралии выходят потому что вот у меня есть счет первая моя замена масла в австралии обошлась мне в в в 2204 доллара 23 цента что прямо скажем дофига учитывая что масляный фильтр стоил 15 долларов и масло стоило 47 долларов на самом деле масло можно купить и того дешевле когда бывают распродажи они здесь бывают регулярно примерно каждые два-три месяца масло можно купить чуть не за 20-30 долларов что я собственно и делаю все вещи для обслуживания машины покупаю во время сейлов потом меняю чтобы это было подешевле в результате мне примерно в 50 долларов обходится замена масла и ну в пределе час работы получается что в принципе 150 долларов я сэкономил экономика такая что сразу сэкономить не получится потому что нужен инструмент чемоданчик инструмента ну долларов я не знаю в 200 вам обойдется базовой подставки с там кратом еще могут потянуть на 200 опять же всегда это покупается все на сейлах здесь потому что если это покупать вне сейл вы будете платить процент на 30 40 50 и больше выше поэтому получается что первый сервис вы не сделаете дешево он возможно вам станет либо в те же деньги либо дороже однако если вы будете делать 2 2 3 4 сервис деньги уже будут экономиться существенно вопрос там как этому научиться я тоже как бы в автомобильный институт не заканчивал в основном это видео на ютубе и естественно общение с профессионалами потому что профессионалы своего дела они подскажут и покажут и собственно за ними следуешь когда что-либо делаешь кстати отдельное спасибо в этом плане некоторым людям которые повлияли на мою жизнь в этом плане это артем это сергей павел и владимир перечисляю в порядке следование исторического вот потому что когда общаешься с профессиональными автомеханиками ну прям вот что-то можно хорошее перехватить кому это не стоит делать тем кто не любит работать руками если вы любите что-то делать руками ничего сложного нету в машинах особенно в австралии после россии где машины все грязные ты вот ее поднимаешь а на тебя крыльясь вываливается для прям ком есть снега грязно так на морду чпок кошмар и холодно здесь все чисто вы видите машине 223 тысячи пробега болты не закисшие ничего нигде никакой грязи особой нет вот так чуть-чуть брызги какие есть и все и тут никакой защиты ничего не стоит все вынимается вставляется откручивается прикручивается и максимум чем не понадобилось это вот такой вот инструмент помню 750 миллиметров длиной большой такой вороток для откручивания самых тяжелых гаек чего стоит делать самому во первых дорого здесь стоят сервисы которые популярные простые которые делаются быстро на всех машинах одинаково замена масла замена масла как делается вам понадобится ведро в которой сливать грязь вам понадобится новый фильтр вам понадобится новая прокладочка под болтик сливной и собственно масло и фильтр открутили слили фильтр поменяли все закрутили протерли ничего не капает залили новое масло проверить что все прахтит как надо и на этом все хорошо куда девать старое масло на улицу не сольешь за это там тысячами долларов будут штрафы мериться если не десятками не сотнями масло применяют принимают обратно в магазине где вы его купили чеков при этом не спрашивают в супер чипе в квинсланде ограничения по моему 10 литров с человек никто вам не мешает два раза прийти если вы поменяете на больше но на самом деле в машине масло там литров 5 ну даже если вы еще и в коробке при этом поменять но все равно в десятку ложитесь ничего сложного в этом нету это выгодно делать чего не выгодно делать не выгодно делать то для чего нужен специнструмент спец оборудование которое придется покупать для одноразовой работы это всякие запрессовывать или всякие хитрые может быть какие-то девайсы для того чтобы в двигателе чего-нибудь сделать диагностику компьютерную делать тоже не очень выгодно потому что вот давеча делал сканирование ошибок в машине надо было с srs блока считать были подозрения 95 долларов с меня за это сняли ну приборчик там будет несколько тысяч стоит поэтому сами понимаете для одноразового сканирования за все свое время здесь только не на сканируете чтобы купить такой прибор а вот всякая мелочь который потом опять же этот инструмент пригодится в обычной жизни это вот пожалуйста это вот масло поменять там не знаю поменять трансмиссионную жидкость коробки хотя этим тут никто не занимается поменять тормозную жидкость действует это вообще никто не делает для меня это были непонятно она портится со временем но вот народ не заморачивается процедура простейшая элементарная в сервисе за нее сколько там берут 70 долларов за нее берут от всего-навсего для смены жидкости вам надо будет вот такой вот прозрачный шланг в баннингсе купить бутылочку полиэтиленовую какой-нибудь взять предварительно проверю что она не портится и баночку масло и масло прошу прощения тормозной жидкости соответствующей вашей машине и все с помощью второго человека ты даже если вы стоите вы можете прокачать это там буквально чуть-чуть займет эти мелкие сервисы и делать надо постоянно масло менять колеса местами крутить но если этого не делать ну кто-то и так ездит он у меня коллега на работе колеса не менял не менял на машине колеса надо переставлять перед назад зад наперед чтобы равномерно изнашивались он это не менял вот вы знаете сейчас доездил сидолы с резиной нужно менять два колеса из четырех мог бы и так ездить продолжать ну вот и вот эти все мелочи вам могут сэкономить ну не знаю там несколько сотен в год в принципе вроде не так много но с другой стороны рубль сэкономленный равен рублю заработанному а тем более доллар будет гораздо приятнее на эти деньги можно купить там много чего интересного себе какую-нибудь развлекательную штучку вот так что если вы хотите попробовать свои силы автомехаником сэкономить на этом некоторые деньги семейному бюджету пожалуйста смотрите на ютюбе как это делается смотрите какие инструменты используются помните про безопасность обязательно всякие подставочки очки перчаточки и прочее не лезьте под горячие детали не обжигаетесь и собственно получаете удовольствие если вам это нравится и одновременно с этим экономьте деньги вот такой вот сегодня немножко сумбурный эпизод получился но раз уж я тут думаю чё бы не сделать эпизодик вот запчасти здесь продаются продаются в супер чипе продаются в репку продается в автобарне ссылки будут в описании под видео что еще здесь такого есть больше особых магазинов не знаю большая часть в интернете заказываю я лично потому что иногда бывает дешевле иногда ждать не надо прям в офис доставляют получается в принципе довольно так это неплохо ну и хобби какой-никакой поковыряться иногда в чистенькой машине где на голову ничего не льется это прям вот по сравнению с россией вот такие вот дела механики из россии завидуйте в австралии механикам быть куда как приятнее чем в россии приезжайте к нам вот такая вот такое вот завершение эпизода ладно все прощаюсь с вами до скорых встреч пока пока пока